Иркутск, утро Какая жалость Упал верблюдик Такой был симпатичный верблюдик Стоял, радовал тут нас Почему верблюдик? Верблюжонок, садово-парковая декоративная форма Ну это пусть желающие прочитают Что здесь было Кто-то его, наверное, поднимет Неужто это землетрясение наше недавнее так повлияло? Улица Карла Липнихта, 41 Вот еще один дом старинный В серию, мою серию публикаций С названием Этот дом скоро сгорит Заявление в прокуратуру Заявление в полицию Заявление в администрацию города Иркутска Я предрекаю Этот дом скоро сгорит Или сгниет Или будет просто уничтожен Иркутяне, любуйтесь Вы смотрите на этот дом последний раз Ну, собственно, как вот И на тот И на этот И на этот Это уникальные сооружения Которые разрушаются Вот видите Никто это восстанавливать не собирается Городская безвласть отдала это Я не знаю, кому На откуп Этим несчастным нищим жителям Которые здесь живут, видимо И не знают, как Как спасать Иркутск Не знают В Томске придумали какую-то систему Называется Памятник за рубль, по-моему Что-то подобное, да Там как-то еще что-то делают В Иркутске В лучшем случае Их сносят И делают какие-то новострои Еще недавно я этот дом рисовал Он был совершенно нормальный Вот на этой веранде там Кошка сидела Здесь во дворе Старичок сидел Сейчас все Дом закончен Все пропало Безусловный памятник архитектуры Да, собственно, и как вся эта улица была И у меня полная уверенность Что этого дома скоро не будет Как я уже говорил В лучшем случае В лучшем случае Сделают какую-то пародию А вот, кстати говоря Видите Здание охраняется государством Усадьба Александра Вержбы Это вот рядом стоящее здание Как оно охраняется государством Вот мне хотелось бы знать Задать вопрос Вот эти вот Окна здесь нарисованы Это тоже Метод охраны Государством Вот в чем Охрана государством заключается Вот мне кто-нибудь ответит Вот тут есть понятие государства Наверное у нас В городе государственная власть Правда же? Все-таки у нас еще не полное безвластие Хотя я и называю то, что происходит Безвласть Вот мне интересно Какие средства вкладывает город В охрану этого дома? Именно средства Какие средства вкладывает город В том, чтобы здесь мониторилось Его состояние Установлены ли здесь Внутри и снаружи Камеры наблюдения И Как это у пожарников называется Вот то, что Контролирует возникновение пожара У нас пожарные Имеют отношение к охране этого дома От пожара Вот в чем проблема Вот в чем проблема Вот он лучше охраняется Чем вот этот Злосчастный дом Который Горит уже несколько раз Вот в этом доме стояли Противопожарные Охранные Датчики Да, кстати говоря Вот здесь вот на углу Памятника архитектуры Прибитый гвоздями Камеру наблюдения Я вижу Наверное, работает Может быть Ну, вот Глядя на этот дом Работает А глядя вот на этот дом Который сгорел Недавно И будет гореть И То Вся это наблюдение Это и не очень работает Да Так получается Я помню Лет 20 назад Эта улица была Одним из заповедников Иркутска А это Иркутск Скажите мне Я слышал, что этот дом Получил какую-то премию Если не ошибаюсь Это архитектор Артем Армаисович Папанян Которым мы начинали Здесь работать В Иркутске В конце 70-х годов Вот он создал Такую вот Интересную Дизайнерскую штуку Ну Можно ли вообще Назвать, что это Вот все вписано у нас Вот в эту среду В эту среду Уже пожалуй Ничего не впишешь Да Ну сам дом по себе Как произведение дизайна Он интересный Он не вырывается И сильно из контекста Но тем не менее Улица Улица Иркутская Она как бы Вот та, которая была Вот Вот эта улица Которыми нам ценен Исторический центр Иркутска Улица так или иначе Даже с помощью Вот этого Примированного Дизайнерского решения Она все равно Разрушена Вот глядя на этот дом Можно сказать Это Москва Томск Там все что угодно Да почему Томск Нет Как раз Москва Много Много в современных городах Ну наверное Какой-нибудь иностранный город Тоже Да Но это вот Ведь не вот этот город Правда А нам-то Нам-то Я не знаю Как вам А нам Мне Мне Нужно ходить По центру города Иркутска Исторического Иркутска И Знать что я в Иркутске Видите что я в Иркутске Ну для этого я сюда приехал Если я турист Этим я горжусь Если я иркутянин Что я живу именно в Иркутске А не В каком-нибудь там Иркутске Городе Да Что касается Отдаленных районов Там где нету Исторически наполненности Там этот вопрос Так остро не стоит И я прекрасно понимаю Что там Можно строить все что угодно Любые Нью-Йорки Возводить Но ведь По большому счету Если говорить Об архитектурной задаче О творческой архитектурной задаче То и для Спальных районов И для отдаленных районов Тоже она должна стоять Архитектурная задача Какая Ставится ли она Главным архитектором Я очень сомневаюсь Ну какая должна стоять задача Конечно Какой-то местный колорит Передавать За счет чего Ну это вот как раз задача Которая должна решаться Все-таки Архитектор Это человек Который создает Искусственную среду По принципам Искусства Если мы Еще до сих пор Не отказались От слова Искусство И если мы До сих пор Еще не отказались От Понимания архитектуры Как искусство А она всегда была Искусством То мы должны признать Что Проектировать Архитектурное проектирование Должно вестись По законам искусства А главный закон искусства Главное правило искусства Главный критерий Это Создание Художественного Образа Архитекторы Вы давно слышали эти слова Создание Архитектурного Образа Вы когда Проектируете Районы Новые Вы когда Проектируете В старой Застройке Что-либо Перед вами Ставят Главный Архитектор Города Городские Власти Ваши Учителя Перед вами Ставят Эту Задачу Создать Архитектурный Художественный Образ Объекта Квартала Района Города Ставят А если Ставят То вопрос А какая Она Задача Задачи Это ведь Тоже Бывают Разными Ну Навскидку Полностью Уничтожить Старое Представление О старом Иркутске Задача Задача Как ее уничтожить Надо строить Абсолютно Инородные Дома Например Другая Задача Попытаться Сохранить Ну скажем так Местную Патриотическую Ноту То есть Чтобы люди Жили Гордились И знали Что они Живут в Сибири Что это Их любимый Край Любимый Дом И так далее Задача Задача Ставится Ли такая Задача И И там У этой Задачи Еще куча Всяких Подзадач Вот тогда Архитектура Архитектурное Проектирование Является Искусством Когда задача Такая Не ставится Когда ставится Только задача Угодить Какому-то Заказчику И сделать это Как можно Либо Выгоднее Либо Роскошнее Либо дешевле То есть Когда задача Упирается Только В деньги И материальные Какие-то Вопросы То это Не художественная Задача Так вот Когда я Смотрю Сегодня На Инородные Здания В центре Города Иркутска Да и на Окраинах Тоже Странные Непонятные По своей Художественной Задаче Сооружения Являющиеся Больше Просто Строительными Объектами Не архитектурными А строительными Объектами То я вижу Что задача Такая не ставится Я хочу спросить Главного Архитектора Города Нашего Я почему-то Его в фейсбуке Теперь найти Не могу Чтобы спросить Лично Он и не будет Отличать Понятно же Да Но я хотя бы Риторически Спросу Уважаемый Главный Архитектор Города Я уж не знаю Теперь там Вы меняетесь Очень часто Может уже Новый Давно Уважаемый Главный Архитектор Города Ну Вы нам Опубликуете Свою Концепцию Творческую Задачу Которую Вы Художественную Задачу Вы понимаете Не снести Там Как вы предлагали Старый Советский Стадион Только потому Что он Советский Я так понимаю Чтобы расширить Там Проспекты В центре Исторического Города Да Я так понял Вы там захотели Расширить Проспекты Дороги То есть Вы решали Не архитектурную Задачу Вы решали Схему Коммуникаций Автодорожных За счет Памятника Архитектуры Которым Несомненно Уже на сегодняшний день Является Стадион Городской Не говоря О его пользе Да И первое Что вы тогда Сделали Вы пришли К власти Архитектурной В городе И предложили Снести К черту Этот стадион Не говоря Уже О его Просто Ну просто Социальной Пользе Скажем так Причем Аргументом Было Что он Не приносит Дохода Господи А кто Виноват Что он Не приносит Дохода Не городские Или без власти Которые Не умеют Получать Доход С готового Сооружения Ну и так далее Так вот А можете Вы мне Озвучить Вашу Художественную Задачу Или это Вообще Не ваше Дело Как говорится Вот смотрите Я иду Опять Карла Липпник Совсем Недавно Вот Она была Вся Наполнена Вот такими домами Это была Вот такая Вот улица Все Их осталось Два Теперь смотрите Пустырь Вот Еще год назад На этом месте Стоял Вот точно Такой домик Сегодня Вы его Благополучно Сожгли Вы это Я говорю Про Городскую Безвласть Кто там Ну она Безымянная У нас Да Вы его Сожгли Благополучно Поставили Рекламу Новых квартир На месте Памятника Архитектуры Вот сделали Такую Баннер Рекламный Сожгли дом Потом Я снимал Видео Как горел Вот этот дом Совсем недавно Как горел На углу Вон тот дом Выжигается Город выжигается Для того Чтобы строить Вот эти стрижи И новые квартиры И вот такие Остекленялые Дизайнерские вещи Ну вот С утра Я Совсем Немножко Прошел И сколько Сколько Мыслей Возникает И почему Нет позитива Вот хотелось С утра Прогуляться Позитив Какой-нибудь Найти Ладно Пойдем Искать Позитив В другом В своем Творчестве Хотя бы Сегодня 10 июня 2022 года Прогулки художника По городу Иркутску Продолжается Я вам еще не надоел Вот что делать Это город Иркутск Такой Смотрите Какая естественная Красота У этого Дерева Я со страхом Думаю Что сюда Доберутся Фасадники А они тут Дали объявление Очередное О наборе Волонтеров Вот И Собираются Снова Раскрашивать Фасады Ну Видимо К очередному Юбилею Не дай бог До них Их шаловливые Ручонки Доберутся Вот до этого Дома Например Да И все это Раскрасят В яркие Цвета Как это у них Делается При этом Они закрашивают Вот это все Вместо того Чтобы отремонтировать Вот эту розетку Они ее просто Покрасят Веселеньким цветом Здесь что-нибудь Голубенькое Здесь беленькое Здесь зелененькое Вот Чтобы Как бы Проезжающие Мимо На мерседесах Хозяева Города Говорили А что Че они там Это Общественность Возмущается Смотрите Какой наш город Красивый Вот Вот Собственно В чем Был Первоначальный Смысл Фасадников Которые Раскрашивали Лицевые Фасады Между прочим Которые Выходили На центральные Улицы А фасады Которые Были задние Дворовые Они Так Грязными Оставлялись Я не знаю Может быть Сейчас у них Поменялась Так сказать Политика И Концепция Может быть Вместо того Чтобы раскрашивать Вот это все Закрашивать Вот эти вот Изъяны Они все-таки Будут ремонтировать То есть Делать Вот эти Деревянные Розетки Восстанавливать Вот этот Орнамент А Когда вы Его восстановите Когда вы Все сделаете Как было Я вас Уверяю Не надо Это будет Раскрашивать Вы сами Поймете Что Раскрашивать Архитектуру Это дурной Тон Ребята У вас Есть лицо Да И мы Всегда Говорим Про девушку Которая Излишне Намазала На своем Лицце Косметики Накрасила Красным Губ И так далее Что это Неестественная Красота Что она Яркая Что она Пестрая Она Броская Она Понятно Посмотрите На нормальную Архитектуру Традиционную Русскую Любую Другую Она Использует Вот смотрите Мечеть Да Она Использует Естественную Красоту Камня Она Использует Наша Деревянная Архитектура Использует Естественную Естественную Красоту Дерева Понимаете Не надо Уничтожать Естественную Красоту Вашими Фасадными Раскрасками Сколько Можно вам Об этом Говорить Неужели Деревянная Ваши Выйдите Толпой С Ведрами И начнете Закрашивать Нашу Нашу Естественную Нормальную Красоту Да Кстати Вот Убрали Забор И Наконец Мы видим Человеческой Гуманной Архитектуры А вот Это Сооружение Это Уже Дизайн Это Дизайн Который Просто Использует Использует Отражение Представьте Что Вот Такие Дома Полузеркальные Будут стоять Один Напротив Друг Друга Да И Что Они Будут Отражать Они Будут Отражать Это Будет Убийственная Психологически Картина Они Будут Отражать Зеркала Два Зеркала Которые Будут Отражать Здесь Было Написано Что Это Какое Общежитие С Общественным С Каким-то Общественным Статусом Не знаю Ну посмотрим Что это за Общежитие Почему Оно стоит Здесь И почему Опять Смотрите Во что Превратилась Улица Карла Липника Историческая Улица Вот Это Общежитие Там Вот Такая А Ну а Здесь Уже Я говорил Про эту Электроподстанцию Которая Убивает Все Живое Вокруг Ладно И Вот И вот Только лишь Остатки Остатки Вот это Ну Про эту Мечеть Мы не скажем Что она скоро Сгорит Она конечно Не сгорит А вот тот домик Который мы сейчас Мимо прошли С неокрашенным фасадом Красивым Тот Тот Вполне возможно Скоро сгорит Еще раз повторяю Может быть Он не сгорит Физически Но он будет Уничтожен Просто Физически Это легко Определить Если дом Не поднимают Из земли Если его Не выкапывают То он продолжает Гнить Поэтому Землю По самые Окна И он Гниет На глазах Тем более В такой дождь Ой Господи Ну что же Это меня Опять-то Разобрало Картинки Давайте Картинки Красивые Посмотрим Что ли Которые Я сделал Вот на этом месте Вот на этой Скамеечке Между прочим Продолжение следует 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 Продолжение следует